а шо там мужики роемся закладочку ищем а доблестная армия лнр давай собрались поле отсюда здесь сразу же возникает много вопросов приемная пушилина вот зашли гости что происходит отличный ответ не могу объяснить с точки зрения военного украина словно перенеслась во времена гитлеровской оккупации украинская армия освободила захваченный несколько месяцев назад город лиман донецкой области как и в случае с балаклеи изюмом и купинском освобождение прошло филигранно практически без городских боев и разрушений российские захватчики убежали бросив своих товарищей и технику мирные жители лимана не пострадали опять же можно сравнить это с тем как захватывала города армия рф которая вообще не считалась ни с какими жертвами разрушениями и просто намеренно равнялась землей жилые кварталы превращая все вокруг себя в лунный пейзаж показательно что военная катастрофа россии в лимане происходило одновременно с торжествами и большим концертом в москве где путин объявлял об аннексии новых украинских территорий и возможно это была самая идиотская и шизофреническая аннексия в мире потому что россия радостно провозгласила своими территории с которых ее армия вообще-то в это время продолжала бегство обычно аннексию объявляют по факту разгрома противника и подписание договора с ним когда проигравшему остается только согласиться а тут аннексия торжественно объявляется на фоне отступления на фронтах ситуация выглядела настолько безумной что сдали нервы даже у российских патриотов после поражения под лиманом в окружении путина случился первый серьезный публичный раскол кадыров а вслед за ним и пригожин публично обвинили в провалах министерства обороны рф и командования и стали требовать отставки генералов я всегда говорил нет ничего лучше озвученной правды пусть горькой обидной но правды только так можно двигаться вперед поэтому я не могу молчать о том что произошло в красном лимане обороной этого участка руководил командующий центральным военным округом генерал-полковник александр лапин тот самый лапин который получил звезду героя россии за взятие лисичанска хотя де-факто его там и рядом не было лапину отдали в подчинение войска западного военного округа обидно не то что лапин бездарь а то что его покрывают наверху руководители в генштабе будь моя воля я бы разжаловал лапина до рядового лишил бы наград и с автоматом в руках отправил на передовую смывать кровью свой позор написал кадыров и понятно что это нападки не столько на одного какого-то конкретного генерала сколько на командование на генеральный штаб то есть это выпады конкретно по адресу герасимова и шойгу потому что это же ведь они несут ответственность за все что происходит на фронте но это очевидно и логично для всех и конечно же за провалы своих подчиненных ответственность также несут они позже кадырова поддержал и пригожин который заявил что лапина вообще следует отправить на фронт басова и с автоматом напрямую фамилия шойгу не прозвучало но всем понятно что это удар именно по нему как по министру обороны причем крайне показательно что вот эти оскорбительные хамские выпады в адрес военных в адрес армии прозвучали от какого-то гопника который вообще раньше воевал на против российской армии а также от ранее судимого уголовника пригожина и безусловно если бы у российских офицеров было бы понятие о чести и достоинстве они бы конечно не стерпели они бы реагировали но поскольку у российских офицеров как мы знаем никакой чести и достоинства нет это существа которые воюют с женщинами и пенсионерами то в принципе можно не рассчитывать что они как-то отреагируют скорее всего они просто утрутся и промолчат вслед за кадыровым подключились персонажи и рангом помельче например генерал и депутат госдумы гурулев который обвинил министерство обороны рф уже не только в бездарном командование но и воровстве это мне до сих пор непонятно куда делись полтора миллиона комплектов которые у нас лежали на всех пунктах приема личного состава у нас есть проблем то с формой то еще чем то оно все было ну куда испарилась то вот это до сих пор никто нигде никак никак ничем не может объяснить даже не даже не собирается никто объяснять мне кажется но ведущий в ответ на это тоже подключился критики и упрекнул власть том что она не реагирует на такие претензии и вы и пригожин и рамзан ахматыч многие уважаемые люди уже в общем высказали свои соображения знаете правда единственное вот на что не могу не обратить внимание как-то вот с обратной связью проблема у нас вот никто не отвечает ни кадырова не пригожину не гурулевого вроде как и все идет по плану в общем россияне как-то приуныли из-за успеха в своей второй армии мира которая уже опозорилась в украине и открыто практически повсюду звучит критика в адрес командования и в адрес властей и хотя они боятся открыто критиковать путина все же понимают что это упреки в его адрес потому что глобально это его провал это его ответственность неудивительно что упаднические настроения царят уже и на эфирах российских пропагандистских ток-шоу где также участники уже открыто озвучивают мысль что и мобилизация россии скорее всего не поможет с такими-то командирами которые так воюют я не помню прецедент вообще в мировой истории когда состав государства принимались территории которые мы не контролируем против нас воются силы зла воюет этой силы тьмы сатанинские силы и не надо относиться к этому как каким-то сказкам здесь так вот легко вы андрей сказали ну значит запорожская это не я сказал я целиком это 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 сказали в запорожье по моему в это владимир рогов говорит что после того как оставшиеся территории будут освобождены там после того как оставшиеся будут освобождены очень тяжело спорить с мечтателями которые живут вот в таком своем мире когда будут освобождены но я вижу динамику развития боевых действий сейчас на фронте но мы не говорим про то что происходит вокруг лимана ну не будем говорить но тем не менее сейчас диковато рассуждать как мы освободим запорожье 710 тысяч жителей когда мы еще не знаем толком честно говоря положа руку на сердце вот любой из из нас выйдя в гримёрку я думаю признает что он не знает поможет ли мобилизация или нет нам переломить ход боевых действий пока все складывается не очень хорошо легко говорить но после освобождения запорожья вы попробуйте освободить его учитывая как все складывается в общем не на такой эффект рассчитывали люди которые собирались захватить украину за два дня и уже один этот факт говорит исчерпывающий об их умственных способностях конечно же если такие люди провалились один раз настолько чудовищно ошиблись и не рассчитали то понятно что они будут проваливаться и проигрывать и дальше это очевидно ну а других руководителей у россии попросту нет поэтому они продолжают подводить россию к краху который уже очевиден и неизбежен причем это будущее поражение россии очевидно уже и для имперцев которые стали открыто об этом говорить раньше то они публично не обсуждали не признавали ошибок говорили все хорошо по плану а теперь они заговорили об ошибках потому что они понимают к чему все на самом деле идет поделитесь этой информацией друзья это очень важно поделитесь этим видео и подпишитесь на канал потому что здесь звучит правда о том что происходит в украине